2018 год подходит к концу, а значит самое время подводить итоги. Ксения Скорга продолжает показывать стабильно высокие результаты. Победа на первенстве Европы по самбо и бронзу на Кубке России. В этом году Ксения пробует себя уже во взрослой борьбе. Потенциал, огромный, желание по-прежнему есть. Это самое главное. Кроме этого, совсем недавно она выступила на турнире по довольно специфической борьбе. Кураж. Своеобразный опыт, который никак не будет лишним. Ну, борьба немножко другая. То есть, по сути, борьба та же, только стойка. Одна стойка, партера вообще нет. Вся борьба проходит в стойке. Это даже интереснее, намного зрелищнее. Там можно прям побросать. То есть, нет этой возни, вот этой вот борьбы в партере. Поэтому это намного, мне кажется, интереснее. Ну, поэтому съездили. Если к победам Скорги мы уже привыкаем, то успех Софьи Андрец – это что-то новое. Она честно признается, что и сама от себя такого результата не ожидала. И теперь эту высокую планку придется держать. Было шесть встреч. Одну я проиграла там. И потом с этой же соперницей встретилась в финале. Я училась со своей ошибки и, получается, уже, ну, как бы, их все исправила. И начала сама работать. Что же касается наших парней, то тут результаты и задачи откровенно скромнее. Локальные победы на областных турнирах и попытка зацепиться на уровне ЦФО. Может быть, успехи – это сейчас не так важно. Главное – прогресс. У тех, кто пашет, он обязательно есть. На этот год личные задачи были набрать мышечную массу и хорошо себя характер показать на соревнованиях. Ну, вот у меня цели. Скоро в январе международный турнир у нас здесь будет. Это сильный турнир. Хочу его выиграть. И весной у нас будет ЦФО и область по самбо. Третий-четвертый год. В любом случае, все эти ребята заняты и, так или иначе, сосредоточены на развитии своей личности. Часто можно услышать, что спортсмены – недалекие и неглубокие люди. Василий Толстых перечеркивает этот штамп. Ну, я люблю увлекаться разным. Я творческий человек. Мне интересует, допустим, Япония даже. Я люблю шахматы играть, потому что, как сказать, развивает логику и мышление. Это как раз в полезном борьбе. В борьбе нужно думать быстро. Там, что подумать, доли секунды нужны. И бросать уже. Кто-то из них обязательно станет спортсменом, а кто-то нет. Но лишним в жизни знания самбо не будет, а кому-то может однажды и спасти жизнь. Спасибо.